Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Кстати, Первый Видео Авторынок теперь есть и на Рутюб тоже. Переходите и подписывайтесь, ссылки будут в описании, как говорится, на всякий случай. Автомобиль, про который сегодня пойдет речь в нашем обзоре, относится к очень популярному в Японии классу особо малых по размеру автомобилей или Кейкаров. Популярность подобных автомобилей у себя на родине обуславливается не в последнюю очередь довольно низкой стоимостью покупки и последующего содержания подобных машин. Экономия здесь буквально на всем. Расход топлива, страховка, налоги. Одни сплошные плюсы, если говорить языком цифр. Однако, с учетом ситуации на рынке поддержанных автомобилей, с учетом того, что Кейкары на российском рынке, даже будучи привезенными из Японии с маленькими пробегами, все еще остаются самыми доступными праворульными автомобилями в стране, достаточное количество людей могут оказаться в одном шаге от решения о покупке такого автомобиля. Причем, вполне возможно, в качестве единственного, в случае, если речь идет про жителей мегаполиса. Давайте посмотрим, что представляет из себя один из самых популярных представителей этого класса автомобилей, чья платформа тиражировалась в Японии под несколькими автомобильными брендами. Встречайте, Daihatsu Move. Самый первый компактный городской хэтчбэк Daihatsu Move появился в далеком 1995 году. К настоящему моменту на конвейере стоит уже шестое поколение модели. Ну а в нашем случае это предшественник пятой генерации, кузов LA100. Эта машина появилась в 2010 году и продолжала выпускаться недолгие 4 года, пройдя через рестайлинг в 2012. У нас автомобиль 2013 года выпуска, под капотом атмосферный двигатель объемом 0,66 литра, мощностью 52 лошадиные силы, вариаторная коробка передач и передний привод. При первом взгляде на него Daihatsu Move предстает перед нами действительно в виде компактного автомобиля. Длина здесь составляет 3,39 метра, ширина всего 1,47 метра, а высота 1,62 метра. При этом расстояние между осями в данном случае 2,45 метра, а радиус разворота составляет 4,4 метра, что очень и очень немного. Автомобиль действительно получился очень компактным и удобным для маневров в тесных городских пространствах. Прежде чем попасть в салон Daihatsu Move, успеваешь обратить внимание на огромный угол открытия дверей этого автомобиля, который составляет 90 градусов. При этом размеры дверного проема, вкупы с отсутствием центрального тоннеля на полу, позволяют в буквальном смысле пробегать сквозь автомобиль. Каких-либо сложностей с посадкой в этот салон, даже у людей высокого роста, плотной комплекции, либо с ограниченной подвижностью, просто не будет. Места внутри на самом деле очень много. До потолка весьма немаленькое расстояние. И при своем росте 1,86 м, мне удается устроиться за рулем вполне удобно. Рулевая колонка здесь, к сожалению, не регулируется по вылету, но регулируется по углу наклона. Переднее сидение в данном случае представляет собой один сплошной диван. Правда, с возможностью раздельной регулировки его левой и правой части. Центральная часть его спинки превращается легким движением руки в довольно удобный подлокотник. Кстати, действительно удобный как по высоте, так и по длине. В подлокотнике у нас также присутствует достаточно емкий бардачок под всякую мелочевку. Ну и есть возможность в достаточно широком диапазоне регулировать, собственно говоря, кресло. При росте 1,86 м я могу, в принципе, сесть так, что с учетом наличия педалей в педальном узле, я полностью вытягиваю ногу, выпрямляя ее в колени. Это очень и очень достойный показатель для небольшого с виду автомобиля. Водительская часть кресла, кстати сказать, здесь регулируется в том числе и по высоте. Поэтому оптимальную посадку за рулем Daihatsu Move сможет подобрать человек практически любого телосложения. Помимо простора в салоне, Daihatsu Move даже в такой не максимальной комплектации, как в нашем случае, может порадовать водителя и пассажиров наличием климат-контроля, системы стабилизации, бесключевым доступом и прочими мелочами. Такими, как, например, два выдвижных подстаканника по бокам передней панели. Ну а что с пассажирами заднего ряда? По части пространства здесь также все в полном порядке. Даже короткая база в 2,45 в данном случае не помеха. Наличию достаточного количества свободного места, в частности, для коленей задних пассажиров. Я сижу сам за собой и от колена до спинки сидения здесь порядка 15 сантиметров точно. Кстати, в отличие от, например, Toyota Isis, здесь все же есть подлокотник для пассажиров. Хоть они центральные, но во всяком случае на дверях есть на что опереться в дальней дороге. Я сижу в самом вертикальном положении спинки сидения из всех возможных. Она, кстати, регулируется и запас пространства от головы до потолка, в принципе, ну, достаточен. Если поменять угол наклона, то ситуация становится намного лучше. И сидеть, в принципе, даже вольготно. Задний ряд в этом автомобиле, кстати, регулируется по направлению вперед-назад. В данном случае сидение сдвинуто максимально в багажник. Но если там придется высвобождать полезный объем, то задний ряд можно и подвинуть. Причем достаточно серьезно. Диапазон регулировки в данном случае широченный. Кстати, о багажнике. В данном случае пятая дверь открывается подобно тому, как это происходит на больших полноразмерных внедорожниках, например. Размеры дверного проема при этом по высоте 82 см, по ширине в его самом низком месте порядка 97 см. Ну а если груз действительно широкий, имейте в виду, что диагональ багажного проема это порядка 112 см. При полностью сдвинутом назад заднем сидении и спинках заднего сидения, находящихся в максимально откинутом положении, для комфортного размещения задних пассажиров, объем багажника Suzuki Move предсказуемо маленький. Но если пассажиров заставить чуть-чуть потесниться и, например, сдвинуть, собственно, заднее сидение в максимально переднее положение, поставив спинки в вертикаль, то длина погрузочного пространства уже составит 52 см. Достаточно взрослые показатели. Если же вам нужно перевести больше груза, то сложив заднее сидение в почти ровный пол, вы получите погрузочную площадку длиной уже 1,20 м. Ну а максимально длинный предмет, который можно перевести в данном салоне, если сложить еще и переднее сидение, составит порядка 2 метров 15 см. Что для такого небольшого автомобиля, согласитесь, весьма и весьма неплохо. Так что если в процессе эксплуатации автомобиля вы ездите один максимум вдвоем, то возможностей трансформации салона этого небольшого автомобильчика вам хватит с избытком. В том числе и по части перевозки объемных грузов. Несмотря на то, что данный автомобиль относится к классу городских легковушек, клиренс здесь на самом деле достаточно немаленький. Заявленная каталожная цифра это 150 мм. Но скорее всего речь идет про минимальный параметр дорожного просвета, который измеряется вполне возможно по заднему креплению подрамника, либо по элементам выхлопной системы. Если же мы возьмем самые критичные для парковки к поребрикам, в том числе параметры в виде просвета под передним бампером, который составляет в данном случае 17 см, или расстояние за передним колесом до накладки на пороге 16 см, то мы видим, что по большому счету проблем с подъездом к высоким препятствиям на этом автомобиле быть не должно. Ну а если поребрик, которому вы хотите запарковаться, действительно очень высокий, паркуйтесь задним ходом. Мало того, что задний свес у Daihatsu Move практически отсутствует, так еще и расстояние от земли до нижней кромки заднего бампера составляет внушительные 27 см. Что касается кузова автомобиля по части толщины лакокрасочного покрытия, а также стойкости к коррозии, то скажем следующее. У Daihatsu Move достаточно типичный для любого японского автомобиля слой краски на кузове. И в большинстве своем при измерении толщиномером вы будете видеть показания, которые находятся в диапазоне от 90 до 130-140 микрон. Но, естественно, с поправкой на погрешность прибора, эти значения могут отличаться в одну или в другую сторону на плюс-минус 10 микрон. Что-то около того. По части стойкости кузова к ржавчине, скажем следующее. У нас в компании мы еще не видели ржавых до дырки и каров. Вполне возможно, сказываются свежие годы выпуска этих автомобилей. Но, если судить по машинам самых-самых первых серий, первого, второго, третьего поколения, которые уже достаточное количество времени побегали по территории нашей родины, вывод будет однозначный. Если вы планируете эксплуатировать подобный компактный автомобиль в течение очень длительного срока, который превышает 3-4-5 лет, то озаботиться сохранностью кузова от коррозии вам однозначно придется. Так что, если вы берете подобную машину надолго, рекомендуем обработать кузов антикоррозийными составами. Поскольку изначально с завода данные автомобили практически никакой защиты, в том числе и по днищу, не имеют. При осмотре Daihatsu Move, даже в варианте без пробега по России, особенно если вы смотрите машину с полным приводом, которая имеет шанс быть пришельцем из северных регионов Японии, где зимой в том числе могут использоваться антигололедные реагенты, рекомендуем поднять машину на подъемник и убедиться в том, что по части коррозии снизу все обстоит благополучно. Ну а теперь про двигатели. Под капотом Daihatsu Move мог находиться в одном из двух вариантов, очень и очень распространенный в среде кейкаров двигатель. Его индекс KF. Этот мотор представляет собой рядный трехцилиндровый агрегат. Здесь два верхних распредвала. Присутствует один фазовращатель, а привод ГРМ выполнен при помощи однорядной цепи. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на двигателях серии KF нет, и регулировка выполняется вручную подбором соответствующих толкателей. Что касается регламента регулировки, то, как правило, на данных моторах владельцы, если и прибегают к процедуре регулировки, то прибегают к ней вынужденно по симптоматике, когда при работе мотора вы начинаете отчетливо слышать клапанный звук. Что касается мощности. Атмосферный вариант двигателя KF, как в нашем случае, выдает 52 лошадиные силы и 60 ньютон-метров крутящего момента. С учетом небольшого веса автомобиля, чуть более 800 килограмм, этого мотора для перемещения в городе хватает. В целом, конечно, звезд с неба подобный автомобиль в плане разгона не ловит, но и расход топлива также весьма скромный. Несмотря на то, что производитель официально заявляет расход топлива на данных моторах в районе 3,6-3,7 литра на 100 километров пути, по факту в российских условиях эти автомобили потребляют порядка 4,5 литров на 100 километров при движении по трассе, при условии движения на скоростях до 100 километров в час и порядка 6 литров в городском цикле. Это с учетом работы печки и кондиционера. Подобный расход топлива может показаться средним или даже большим только на фоне гибридов, но мы-то с вами говорим про чисто бензиновую версию. Если же двигатель будет оснащен турбиной, которая, кстати, ходит порядка 100 с копейкой тысяч километров, и потом может начать проситься на замену, но турбину можно а отремонтировать, а б поменять, причем не только на контрактную, но и на новую, благо стоимость этого турбокомпрессора будет не столь огромна, как на некоторых, что называется, взрослых автомобилях. Турбированный агрегат выдает 64 лошадиные силы. Казалось бы, прирост в лошадях небольшой, но по части ньютонов на метр более существенны – 92. И этого крутящего момента маленькому автомобилю уже хватает, в том числе и при движении по трассе. Так что, если вы планируете использовать Daihatsu Move не только для городской езды, но и периодически выезжать на нем за город, то рекомендуем присмотреться именно к версии с турбиной. В любом случае, 30-литрового топливного бака вам хватит на достаточно большой пробег. Машинка получилась действительно очень экономичная. Ресурс этих силовых установок – порядка 300 тысяч километров пробега. При условии, что вы будете регулярно их обслуживать и менять масло почаще – раз в 5-6 тысяч километров пробега. Причем это касается не только турбо, но и атмосферной версии мотора в том числе. Дело в том, что если сильно затягивать с интервалом из замены масла и лить сюда масло, опять же, не пойми какого качества, велик риск того, что мотор начнет коксоваться. И первыми от этого пострадают поршневые кольца, которые в данных двигателях могут запросто залечь. И вот тогда вы прочувствуете на себе, что такое масложор. В случае же, если вы изначально купили двигатель в хорошем чистом состоянии, без огромного количества нагара внутри, и будете принимать меры к тому, чтобы в таком состоянии он у вас и пребывал, то, скорее всего, даже на пробегах порядка 150-180 тысяч с расходом масла на угар, во всяком случае на атмосферных версиях, вы не столкнетесь. Правда, если страшное все же случилось, большинство владельцев подобных автомобилей предпочитает не заниматься переборкой двигателя KF-серии, а заменить его на контрактный мотор с небольшим пробегом. Кстати, впрыск топлива на этих моторах – самый обычный распределенный. И по большому счету, единственное, от чего может исходить сюрприз в подкапотном пространстве подобного автомобиля – это навесное оборудование, ну или насос системы охлаждения, который в среднем просится на замену где-то раз в 150 тысяч километров пробега. Кстати сказать, на экономию будет работать в том числе и малый заправочный объем моторного масла, которого в этот двигатель входит менее трех литров. Так что даже более частые смены масла на данном автомобиле не сильно ударят по вашему бюджету. Что касается коробки передач, то на Daihatsu Move в пятом поколении использовались уже только вариаторные трансмиссии. Причем они шли и на автомобилях с передним, и на автомобилях с полным приводом тоже. В данном случае вариатор – это эйсиновская коробка, рассчитанная на двигатели небольшого рабочего объема и с небольшим крутящим моментом – не более чем 120 ньютонов на метр. Надо сказать, что и атмосферный, и турбированный агрегат на Daihatsu Move вполне себе прекрасно уживаются с этой трансмиссией. Данная коробка как раз и вносит свою лепту в том числе в небольшие цифры расхода топлива. При этом управлять тягой на автомобиле с вариатором достаточно удобно, и для городского движения эта коробка в целом подходит как нельзя лучше. Залогом долгой службы данной трансмиссии более 200 тысяч километров пробега будет частая и регулярная смена рабочей жидкости вместе с фильтром. Эту процедуру лучше проводить никак не реже, чем раз в 30 край 40 тысяч километров пробега. Что касается ощущения от работы данной подвески, то она хоть и в меру упругая, но при этом не зубодробительно жесткая. И для эксплуатации как в городе, так и на трассе вполне подходит. Во всяком случае, это относится к автомобилям на стандартных 14-х колесах. А ведь турбовые спортивные версии Daihatsu Move могли комплектоваться как 15-ми, так и 16-ми колесными дисками, соответственно, с низкопрофильной резиной. Рулевая рейка на Daihatsu Move электрическая, то есть каких-либо проблем с ее протечками здесь нет и быть по определению не может. Но проверить этот узел на предмет люфтов и стуков нужно обязательно. Хоть она и не отличается какой-то повышенной хлипкостью, но если вы смотрите автомобиль с большим пробегом, вероятность столкнуться с необходимостью ремонта либо замены данного узла отнюдь не нулевая. При этом остальная подвеска на данных автомобильчиках не отличается, скажем так, повышенной хлипкостью. И многие люди, кто покупал себе подобный автомобиль с маленьким пробегом из Японии, даже к замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости приходили ближе к пробегу в 90-100 тысяч километров. Что очень и очень даже неплохо. Единственное, что по части передней подвески может слегка расстроить, так это необходимость менять нижние шаровые в сборе с рычагами. Правда, если речь идет про машины с пробегами до 100-130 тысяч километров, скорее всего делать это вам еще не придется. Ну а если этот пробег машина наездила по Японии, то велик шанс вообще не столкнуться с ремонтами ходовой части вплоть до пробегов в 150-170 тысяч. Однако, с учетом нынешних реалий, нужно быть готовым к тому, что какие-то компоненты подвески данного автомобиля вполне возможно придется покупать под заказ с последующим ожиданием доставки. Ну и общий момент. Осматривая машину на подъемнике, обязательно убедитесь, что пыльники на приводах не имеют следов надрыва и прочих видимых дефектов. Особенно если речь идет про машину, которая уже изрядно побегала по России. Что касается задней подвески, то здесь все предельно просто, а следовательно надежно. По большому счету, все с чем можно столкнуться на пробегах до 200 тысяч километров, здесь это дефекты амортизаторов, которые, соответственно, при осмотре автомобиля нужно проверить на предмет отсутствия течи и на предмет отсутствия стуков. Задние тормоза на Daihatsu Move, кстати говоря, барабанные. Поэтому, если вы покупаете автомобиль с большим пробегом, имейте в виду, что, возможно, неплохой идеей будет их обслужить. Итог всего вышесказанного про этот компактный, но вместительный городской автомобильчик будет следующий. Эту машину вы можете смело рассматривать не только в качестве третьего или второго автомобиля в семью, но в некоторых обстоятельствах и в качестве единственного тоже. Во всяком случае, если для вас принципиальны такие параметры, как надежность и экономичность, подразумевающие под собой не только редкие заезды на АЗС, но в том числе и экономию на налогах и на последующих ремонтах, вернее, на их чистоте. При осмотре подобного автомобиля, в первую очередь, конечно, обращайте внимание на кузов, если с этим все в порядке, двигатель на предмет отсутствия дымности при прогазовке. Ну и в последнюю очередь на тест-драйве, конечно, убедитесь в адекватной работе трансмиссии. В целом же, будучи куплен в адекватном состоянии, Daihatsu Move это очень и очень рациональный выбор для человека, который хочет обеспечить доставку себя из пункта А в пункт Б с минимальными издержками. Ну а недостатки, наподобие отсутствующей с завода шумки, вполне себе устраняются за недорого проклейкой кузова автомобиля дополнительной шумоизоляции. На сегодня это все. Если наш сегодняшний обзор вам понравился, оказался чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и указывайте в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас есть Daihatsu Move или какой-нибудь другой тейкар наподобие Subaru Stella, сделанный на его базе, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить, чем нас дополнить, пишите это в комментариях также, потому что люди, которые выбирают себе подобный автомобиль, могут принять верное решение, основываясь как раз на вашем опыте. Спасибо вам за просмотр, хорошего дня и до новых встреч. Пока!